Четвероногие спортсмены Удивительного цвета популярны, как никогда. Хотя по зимней трассе в этот день гоняли не только хаски. Порода вообще не имеет значения. Можете с любой породой, но гонщик настоящий, спортсмену выбирает более быструю собаку. Это обычно идет ездовой метис. Скиджоринг – молодой зимний вид спорта. Собаки тянут не традиционную упряжку, а спортсмена-лыжника. Пятидесятикилометровые крутогорские трассы подготовили с учетом требований европейских соревнований. Специфический рельеф, сложные подъемы. Более 50 любителей ездового спорта поборолись за медали и путевку на чемпионат Европы в Норвегию. Некоторые участники сдавались на финишной прямой. Трасса отличная, хорошо укатана. Это город Семска. Собаки тоже прошли хорошо, просто там много подъемов. Поэтому они немножко растерялись, потому что куда столько много. То есть не рассчитывали, что столько много будет подъемов. В разных спортивных категориях выступали не только люди, но и собаки. Десятимесячные малыши представили класс «Хэппи-дог». А взрослых собак запрягали в упряжке по двое – четверо и шестеро. Особые эмоции у гостей вызвали аляскинские маламуты. Любой желающий мог погладить и сфотографироваться с 40-килограммовыми гигантами. Маламуты – один из самых древних вид собак. На них передвигались аборигены. Это порода аляскинский маламут, северная собака. Стоит только завести одного щенка. Я была тоже в большом сомнении, но спустя уже 9 месяцев я готова и на вторую, и на третью собаку. Они очень дружелюбные и вообще не агрессивные собаки. Десятикилометровая трасса покорилась омичу Вячеславу Урмайкину. В категории новичков победа также не обошла мечей. Самой быстрой стала Анна Матвеева. Для гостей организаторы подготовили игровую площадку, а согревала всех полевая кухня с самоваром и алтайским медом.